МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неправильно выбрал скорость в Каленковичском районе. В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля. 19 января день спасателя. О целях и задачах ведомства и о том, почему спасатель это раз и навсегда в студии программы Дефакто, поговорим с экспертом. Начнем, как обычно, с обзора происшествия за неделю. 16 января 48-летний водитель автомобиля Фольксваген Шаран двигаясь по автодороге Н44-45 в направлении станции Юшки неправильно выбрал скорость, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Фольксваген Туран под управлением 35-летнего водителя. В результате столкновения 44-летняя женщина-пассажир автомобиля Фольксваген Шаран с травмами госпитализирована в больницу. 17 января на автодороге Н4170, западный обход, город Речица, автомобиль МАЗ сбил двух женщин 49 и 63 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших с травмами доставили в больницу. В период времени с 19 по 21 января сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области будет проведена массированная отработка автомобильной дороги М10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин в местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений ПДД со стороны всех участников дорожного движения. В работе инспекторы ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением правил дорожного движения и в целом за безопасностью на дорогах. В ходе проведения мониторинга паводковой обстановки выявлен факт нового подтопления талыми водами одного участка дороги в Добружском районе. Пока в области талыми и паводковыми водами остаются подтоплены 51 жилой дом, 7 подвалов, 71 подворье, 40 хозяйственных построек, 9 участков дорог и 8 других зданий. К началу купального сезона в Гомельской области планируют открыть 6 новых сезонных спасательных станций. Такое решение было принято на заседании облсполкома. Как подчеркнул глава региона Иван Крупко, безопасность отдыха на воде с началом купального сезона должна быть обеспечена повсеместно в регионе. Новые спасательные посты появятся в Жлобинском, Кармянском, Житковичском, Наравлянском, Петриковском и Чечерском районах. Обеспечение национальной безопасности – задача каждого белоруса. Об этом президент Беларуси заявил на заседании Совета безопасности в Минске. Во Дворце независимости обсуждались важнейшие документы – новая военная доктрина и концепция национальной безопасности. Проект новой версии концепции был утвержден почти год назад. Но Александр Лукашенко поручил вынести этот вопрос на широкое общественное обсуждение. По стране уже было организовано около 70 дискуссионных площадок. В документе нашли отражение новые вызовы. Напряженность на границе и санкционное давление не спадают. Концепция национальной безопасности должна соответствовать современным реалиям развития ситуации в мире и в Беларуси. Новые опасности отражены и в военной доктрине. Задача всех заинтересованных сторон – обеспечить адекватные меры реагирования и защиты страны. Вы знаете, обстановку вокруг Беларуси не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И как это обычно бывает, со стороны цивилизованного Запада никаких санкций не последовало. Дежурное заявление, как будто ничего не произошло. К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. Что касается военной доктрины, то документ также обновлен. Но он не предполагает радикального пересмотра положений военной политики. Главное остается неизменным. Беларусь никому не угрожает. Мы миролюбивая страна. Но попытки вмешательства во внутренние дела страны будут и впредь жестко пресекаться. Военная доктрина полностью учитывает все возможные вызовы и угрозы. По мнению специалистов, в новой военной доктрине обновлены подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты стран. В прошлом году по итогам заседания Совета безопасности были даны соответствующие поручения. Сформирована и поставлена задача неформально подойти к подготовке новой концепции национальной безопасности. Вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного экспертного сообщества в средства массовой информации. Обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. Ведь обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача каждого гражданина Беларуси. Военная доктрина сохраняет преемственность. Мы никого не считаем своим врагом, даже если правительства предпринимают явные недружественные шаги в отношении Беларуси. И в этом дух нашей внешней политики, подчеркнул министр обороны. Но в случае реальных угроз наша страна отреагирует быстро и адекватно. На сегодняшний день уже наступили те условия, когда необходимо переработать. Было военную доктрину. Она стала адресна. Мы четко называем источники военных угроз в нашей стране. Исходя из этого, мы четко выстроили те меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками. Ну и прежде всего опять опираясь на негативный опыт попытки государственного переворота в Казахстане. Концепцию национальной безопасности и военную доктрину утвердит Всебелорусское Народное Собрание. Это будет одно из первых решений в новом конституционном статусе. Приговор по делу участников рок-группы Торбенд вступил в правовую силу. Во время выборов 2020 года Рогачевская рок-группа сочиняла и исполняла песни с политическим подтекстом. Информационная продукция была признана экстремистской, а против троих участников возбуждено уголовное дело. В октябре Гомельский областной суд вынес обвинительный приговор. Участники рок-группы подали апелляцию. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда данные граждане признаны виновными в создании, руководстве и участии в экстремистском формировании, в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и социальной вражды и розни по признакам национальной и иной социальной принадлежности, публичных оскорблений президента Республики Беларусь и дискредитации Республики Беларусь. По совокупности преступлений данные граждане нам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 9 лет со штрафом в сумме 3700 рублей с отбыванием наказания в справительной колонии в условиях усиленного режима. Высшая коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила обжалуемый приговор без изменения. Апелляционные жалобы обвиняемых оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Гомельское областное управление МЧС подвело итоги работы за 2023 год. Как показывает статистика, пожаров стало меньше, а значит профилактическая работа приносит свои плоды. Но безответственность многих беларусов по-прежнему вызывает обеспокоенность спасателей. На традиционной ежегодной пресс-конференции были озвучены цифры, произошедших за прошлый год чрезвычайных ситуаций. На территории Гомельской области произошел 901 пожар. В результате погибли 79 человек. Значительная часть пострадавших была в состоянии алкогольного опьянения. Преобладающей причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, а также тепловыделяющих устройств. В 2023 год для гомельских спасателей ознаменовался тем, что мы достигли того, что пошло у нас снижение пожаров. По сравнению с 2022 годом на 2%. Скажу, что на 15% снижено количество людей, погибших непосредственно на пожарах. Останавливаясь на каких-то крупных чрезвычайных ситуациях или пожарах, было у нас 2 пожара на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и взрывно-светлогорском цивилозно-конторном комбинате. Спасатели и работники предприятий умелыми действиями максимально предотвратили распространение пожара. Помощь спасателей МЧС отличается многогранностью. Служба занимается не только локализацией пожаров. Спасательные работы проводятся на водных объектах, а также во время наводнений. Помощь оказывается животным, попавшим в беду, и людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Особое внимание уделяется современному техническому оснащению. В регионе активно проводится модернизация аварийно-спасательных станций. Закупается новейшее спасательное оборудование. И это тот случай, когда цель оправдывает любые средства. Глобализация и массовый переход платежных операций в сеть интернет неименуемо ведет к тому, что количество махинаций в сфере высоких технологий растет в геометрической прогрессии. Способы, которые киберпреступники применяют в настоящее время, не претерпели существенных изменений. Вместе с тем появились определенные особенности. Подробнее об этом в нашем следующем материале. В Гомельской области, как и в целом в Беларуси, участились случаи мошенничества, связанные с почтовыми услугами. В целом схема такова. Граждане получают сообщения в мессенджерах, которые говорятся о том, что на их имя поступила посылка. Дополнительно оговаривается, что для ее получения необходимо пройти посылки и заполнить поля с недостающей информацией. На самом деле такие интернет-адреса являются фишинговыми. Переход по ним приводит к выводу средств граждан. Управление по противодействию киберпреступности Гомельского облсполкома категорически не рекомендует переходить по незнакомым ссылкам. И в том числе вводить на различных интернет-ресурсах свои полные личные данные и платежные реквизиты банковских карт. Популярный сотовый оператор также предупреждает о попытках мошенничества от его имени через мессенджеры. Речь идет о двух способах обмана. Первый – отправка сообщений с предложением принять участие в розыгрыше и забрать свой приз от оператора сотовой связи. Чтобы стать жертвой мошенничества, вам достаточно перейти по ссылке и ввести свои данные. Вторая схема – когда поступают звонки от имени оператора с просьбой продиктовать содержание смс-сообщения, приходящего на номер абонента. В результате на жертву регистрируется личный кабинет, в котором содержится вся информация. С помощью этих данных преступники выдают кредиты. На территории области мы фиксировали факт обращения гражданки, которой также позвонили от имени оператора связи. Она сообщила содержание смс-сообщения, после чего пытались оформить на ее имя кредит. Правоохранители настоятельно рекомендуют не переходить по ссылке. Если вы получили ее с незнакомого адреса или номера, не отправляйте свои пароли, номера социального страхования или банковскую информацию по электронной почте, на веб-страницах или в сообщениях. Эти простые правила помогут сохранить и нервы, и средства. Сегодня профессиональный праздник отметили белорусские спасатели. И, конечно, представители ОСВОД с полным основанием считают этот праздник своим. Как не допустить трагедии на льду и какие правила необходимо соблюдать, чтобы сохранить жизнь себе и близким? Об этом в студии программы «Де Факто» поговорим с председателем Гомерской областной организации ОСВОД Павлом Новиком. Павел Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, поздравляем вас и спасателей Гомерской областной организации ОСВОД с Днем Спасателя. Спасибо большое. В нашей стране ваш профессиональный праздник совпадает с крещением. И 19 января спасатели не отдыхают, а заступают на дополнительное дежурство. Скажите, сколько официально организовано купелей в Гомерской области? Правильно вы сказали, что для работников ОСВОД профессиональный праздник – это дополнительная ответственность, потому что проходит праздник крещения, и все верующие существует обряд окунания в полыни. Поэтому мы дополнительно выводим наших работников, которые будут охранять, обеспечивать безопасность в этих местах для купания. Официально по Гомерской области оборудовано 27 купелей. Это те официальные места по решению райисполкомов, где будут дежурить спасатели ОСВОД, спасатели МЧС, медики, сотрудники милиции, где будет организована и торговля, и будут предусмотрены места для переодевания. По этому году еще сложно сказать. Давайте немножечко поговорим про прошлый год. Находились ли такие экстремалы, которые окунались ни в этих местах, ни в оборудованных купелях, и чем это может закончиться? Конечно. По всей области мы не можем организовать все официальные места. Находятся любители, которые сами для себя вырезают майны, ходят окунаться. Конечно, это дополнительный риск. Люди рискуют своей жизнью, своим здоровьем, потому что в случае какой-то нештатной ситуации им просто некому будет помочь. Но, можно сказать, по опыту прошлых лет, на этот святой праздник у нас несчастных случаев зафиксировано не было. Будем надеяться, что этот год пройдет просто празднично, спокойно для всех служб. Давайте поговорим об итогах 2023 года. Что можно сказать? Нам удалось снизить гибель на воде. Спасено 50 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Если мы берем по количеству утонувших граждан, то в 2023 году произошло 52 таких несчастных случая, в том числе трое несовершеннолетних. В сравнительной статистике с 2022 годом, то там было 57 человек и 6 несовершеннолетних. Поэтому снизили, особенно радует то, что снизили детскую гибель. Можно сказать, что все это было за счет того, что было усилено и профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. И совместно, конечно, это совместная работа всех субъектов профилактики. Давайте немножко, наверное, поговорим о том, какие профилактические мероприятия проводит АСВОД. Ну, прежде всего, конечно, это выступление в трудовых коллективах, на учреждениях образования. В первую очередь мы уделяем, конечно, это нашему подрастающему поколению. Потому что детей научить проще, всему они больше усваивают. И как пример можно привести, в этом году произошел случай, который показывает, как работает наша профилактика. В советском районе, в районе Шведской горки, дети катались на тюбинге с горки. Их тюбинг выкатился на лед. И они не пошли сами на лед. Они встретили взрослых, обратились к ним. Не так далеко там находилась спасательная станция. Взрослые позвонили на станцию, пришли спасатели, достали тюбинг, передали детям. Привели их на станцию, начали с ним беседовать. Они сказали, что у нас в школе выступали работники освод. Нам все объясняли, что нельзя выходить, даже если. То есть, вот этот пример ярко показывает, как работает наша профилактика. И дети, не рискуя своей жизнью, не пошли на этот лед, что могло окончиться трагически. Ну, а, конечно, помимо профилактических вот таких мероприятий, выступлений, конечно, это рейдовые мероприятия. В этом году рейдовых мероприятий по области было проведено более 16 тысяч. Это рейдовые мероприятия в основном по местам, запрещенным для купания, где люди собираются в стихийных местах для отдыха. Коль мы коснулись темы тюбингов, чем они опасны на льду, вблизи водоемов? Ну, вообще, не только вблизи водоема. Вообще, тюбинг – это очень опасный, неуправляемый снаряд, который развивает большую скорость, и управлять им практически невозможно. Почему ежегодно фиксируются травмы при катаниях на этих тюбингах? Его невозможно остановить мгновенно. Можно удариться в дерево в какое-то препятствие. А возле водоемов это несет дополнительную опасность, потому что можно съехать на водоем, и его еще дальше протянет этот тюбинг до промоины, там, где лед еще не крепче. Соответственно, это может привести к трагедии, что те же дети, да и взрослые любят кататься на этих тюбингах, могут оказаться под водой. То есть он не держит человека на воде? Ну, в любом случае, даже если провалится лед, человек вывалится с этого тюбинга. Он не будет там сидеть, и все равно произойдет опрокидывание, и человек окажется в воде. Тем более сейчас, когда морозы отступили, а на смену им пришел незначительный плюс. Это значит, что на водоемах появляются проталины. Что следует знать, прежде чем ступать на речной лед? Ну, речной лед вообще опасен, коварен тем, что его подмывает течение. Плюс в этом году у нас ежедневно фиксируется рост уровней воды, и вода прибывает, лед в этом году. Особенно если брать реки, наши крупные водоемы полностью, чтобы зафиксировать, что образовалось какое-то прочное ледовое покрытие именно на реках, нельзя. И постоянные вот у нас колебания этих температур от минусов к плюсу не дают льду сформироваться полностью, плюс снег постоянно. Снег, опять же, прикрывает где-то эти полыньи, и там может быть сантиметр льда сверху, снег, и человек просто не видя этой полыньи, может оказаться, опять же, провалиться под лед. Чем озерный лед отличается от речного, и какая толщина льда, можно сказать, что она безопасна? Ну, если брать, что это закрытые водоемы, озерные закрытые водоемы, да, там лед прочнее, и формируется он намного быстрее, чем на течении, на реках, потому что его не подмывает тем же самым течением. Но на одном и том же водоеме он может быть разный по толщине, потому что бывают подводные ключи бьют, талые воды его подмывают, растительность, опять же, там, где камыши, кусты, он не всегда будет крепкий. Поэтому всегда надо знать, что безопасная толщина льда для одного человека – это 7 сантиметров. Ну и опять же, это при условии, что постоянные отрицательные температуры, потому что при формировании, либо при таянии льда он становится хрупкий и небезопасный. В этом году есть ли уже зарегистрированные случаи гибели людей на водоемах? Нет, с начала года случаев гибели не зафиксировано. Мы постоянно, ежедневно проводим по несколько рейдов по любителям зимней рыбалки. Их у нас очень много, на водоемах много любителей. А вот случай спасения был в этом году в Хонинском районе, Великоборское водохранилище. Мужчина провалился под лед, находился один. То есть во время того, как он провалился под лед, он повредил себе плечо. И он выбраться сам не мог, самостоятельно. Но повезло, рядом на работу, на спасательную станцию, шел наш спасатель от свода, он услышал крики о помощи. С помощью подручных средств он помог мужчине выбраться на берег, доставил его на спасательную станцию. Мужчину переодели, вызвали медиков, приехали и передали скорой помощи. Дело случая, которое спасло жизнь. Да. А в прошлом году были ли случаи гибели на водах в зимний период? Ну, крайний случай, что произошел, это в 23-м году, в декабре. Мужчина 80 лет с друзьями приехал на рыбалку в Речицкий район. Они разошлись по разным местам, то есть они друг друга даже не видели. И когда друзья собрались уже вместе, они обнаружили, что товарища нет. Они вызвали спасателей, обнаружена была полынья, провал. И из этой полыньи достали этого рыбака. Давайте, наверное, скажем нашим зрителям, чем опасна эта самая зимняя рыбалка. Зимняя рыбалка опасна прежде всего тем, что надо соблюдать правила безопасности. Одевать спасательный жилет. Иметь при себе самозацепы, которые помогут выбраться из полыньи. Потому что, ну, не все заботятся о своем здоровье, о своей жизни. Казалось бы, мелочь спасательный жилет, а он действительно может спасти вам жизнь. Пренебрегают своей безопасностью, употребляя спиртные напитки на льдах. Как мы знаем, алкоголь притупляет чувство опасности. Если брать, опять же, 23-й год, у нас по статистике от общего количества утонувших 65% были в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому всегда надо помнить о безопасности, не отправляться на рыбалку одному. Лучше в компании, чтобы и быть на том расстоянии, что ваши друзья увидят, что с вами произошло несчастный случай, окажут вам помощь, вызовут спасателей. Все эти элементарные вещи, мы про них говорим постоянно. Но, к сожалению, достучаться до каждого рыбака не удается пока. И когда и с ними беседуешь, и есть случаи, когда сами рыбаки говорят, я там по пять раз уже проваливался, и все равно идут на лед, все равно пренебрегают своей безопасностью. Это поиск каких-то эмоций, адреналин. Вот на ваш взгляд, что это? Тяжело сказать, что движет нашими рыбаками. Ну, наверное, азарт рыбалки. Может быть, им нравится рисковать своей жизнью. Ну, в первую очередь, надо думать о тех людях, если вы не заботитесь о своей жизни, о своем здоровье, о тех людях, которые ждут вас дома. И ждут вас и без улова, но живым и здоровым. Какова основная причина гибели людей на водах? Ну, основная причина гибели, как я уже говорил, это пренебрежение элементарными мерами безопасности. Это и купание в запрещенных местах, необорудованных. Это, как я уже сказал, состояние алкогольного опьянения. Если мы берем детскую гибель, то, конечно, это основная причина недосмотра со стороны взрослых. Чем занимаются дети, как в летний период, так и случаи у нас есть и на частных подворьях, дети тонут в колодцах. Это, опять же, говорит о том, что родители не контролируют свои детей, особенно совсем маленьких, которые познают мир. Поэтому купание в запрещенных местах, ныряние с тарзанок, с трамплинов, все это приводит к травмам и, к сожалению, иногда это приводит к смертельным случаям. Ну и хотелось бы, конечно, поговорить о хорошем. Появятся ли в Гомельской области новые места для купания? Да, в течение 2023 года нами был проведен мониторинг мест, где особо мест, которые пользуются у людей спросом, где они являются запрещенными, но люди все равно ходят туда отдыхать. Было определено 6 мест. Водолан спасательная служба проверила эти места, в первую очередь подводную акваторию, чтобы она была безопасная. И по решению Гомельского облсполкома в этом году будет открыто 6 спасательных постов-освод, соответственно, и 6 новых пляжей, которые будут соответствовать всем требованиям правил охранной жизни людей. То есть это будут безопасные пляжи, кабинки для переодевания, туалеты, парковки, ну и так далее. Вся инфраструктура будет подготовлена в этом году и 6 новых спасательных постов и пляжей у нас в области откроются. Павел Леонидович, благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Я Светлана Главко благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких. Светлана Главко благодарю за внимание.